Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Здоровый по факту, больной на бумаге. И все ради денег. Восемь уголовных дел о мошенничестве с выплатами по инвалидности на детей возбуждено в Левашинском районе. Аграда у КОРа будет, но частично. Такое поручение дал Сергей Меликов в ходе совещания по актуальным вопросам. Трудоспособный не всегда трудоустроен. Дагестан в числе регионов России, где по итогам прошлого года вырос уровень безработицы. Дагестанцы смогут летать в Питер чаще. Частота авиарейсов из Махачкалы в северную столицу страны увеличится. Поиски пропавшей спортсменки из Осетии продолжаются. В нем принимают участие сотрудники правоохранительных органов, спасатели и добровольцы. К работе привлечены катера и подключились водолазы. Несколько километров прибрежная зона, где пропавшую видели в последний раз, специалисты обследуют беспрерывно. 22-летняя Анна Цамартова приехала в Дагестан на соревнования, но проиграла в турнире. После чего расстроенная, оставив телефон дома, вышла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Последний раз девушку видели 10 февраля в 18.30 на берегу моря. Была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки. Восемь уголовных дел о мошенничестве с выплатами по инвалидности на детей возбуждено в Левашинском районе. Об этом сообщает прокуратура республики. Обвиняемые, не имея законных оснований, добились оформления в учреждениях медико-социальной экспертизы выплат на своих детей по состоянию здоровья. Сумма похищенного составляет около 4 миллионов рублей. В ходе следствия некоторыми фигурантами дела обеспечено частичное возмещение причиненного ущерба – более 400 тысяч рублей. Расследование продолжается. Элементы ограждения установят на опасных участках дороги вдоль канала имени Октябрьской революции. Такое поручение дал Сергей Меликов в ходе совещания по актуальным вопросам. Последний несчастный случай на одном из таких участков произошел неделю назад. Водитель съехал в канал, не справившись с управлением. В результате погиб ребенок. Вместе с тем, руководитель региона отметил, что никакие ограждения не застрахуют от несчастных случаев, если пренебрегать правилами дорожного движения. Дагестан в числе двух регионов России, где по итогам 2023 года вырос уровень безработицы. В одном списке с отрицательными показателями с нашим регионом – Камчатский край. Такие данные озвучила вице-премьер страны Татьяна Голикова. В республике число нетрудоустроенных граждан увеличилось с 11,5% до 12,5%. А во всех других субъектах России, напротив, наблюдается снижение. Согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы в общем по стране составил 3,2%. Эксперты отмечают, что это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Дагестан с апреля этого года увеличит частоту авиарейсов в Санкт-Петербург. Новый график уже включен в летнее расписание. Перелеты будут выполняться во вторник и в субботу. Время полета составит порядка 4 часов, а стоимость билета в одну сторону около 8 тысяч рублей. Самолет будет вылетать из северной столицы страны в 12 часов дня. Обратный же рейс из Махачкалы назначен на 16.40. Воз 6,5 миллионов штук пищевых яиц из Азербайджана и Турции проконтролировал Росельхознадзор Республики. Это лишь за неделю с 5 по 12 февраля. Товар перевозился через пункт пропуска Ярак-Азмоляр. Всего с начала торгового соглашения с двумя дружественными государствами в Дагестан было поставлено 19 миллионов штук. Импортную продукцию начали завозить на региональный рынок на фоне дефицита и подорожания данного товара, на что неоднократно жаловались жители республики. В Дагестане прошел хакатон по виртуальной и дополненной реальности на площадке до гостехуниверситета. Собрались более 50 школьников в возрасте от 10 до 17 лет, которые интересуются 3D-моделированием и программированием. Участникам предстояло создать приложение с применением компьютерной графики и разработать AR-проекты для пяти партнеров хакатона из сферы бизнеса и образования. Такой конкурс, как хакатон, он проходит в нашем ВУЗе не в первый год. Это наше традиционное мероприятие. На сегодняшний день IT-индустрия является, наверное, одной из наиболее развиваемых направлений нашего образования в том числе. И, конечно, здесь очень важно взаимодействие различных специалистов, ребят, которые работают в этом направлении, интересуются этими направлениями, чтобы они собирались на одной площадке, чтобы они перенимали опыт, ну и, конечно же, что-то делали полезное для нашего общества. Акуша – символ единства мусульман. Именно так можно охарактеризовать мероприятие, которое состоялось в райцентре Акушинского района. В нем приняли участие муфтии Дагестана, имамы и ученые практически с каждого населенного пункта горного округа республики. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Подобного религиозного мероприятия такого масштаба в селе Акуша не было вот уже семь лет. Маджлиц богослов Дагестана собрал практически всех имамов горного округа республики. Своим визитом местных жителей обрадовал и муфтии республики шейх Ахмад Афанди. Чтение священного Корана, Маулиды и, конечно же, выступление ученых. Первым словом предоставили имаму Акушинского района Абдуле Хаджи Гаджимаргучеву. Он рассказал о разногласиях, которые возникают между людьми и необходимости их предотвращения для развития здорового общества. В настоящее время в обществе распространились противоречия между мужем и женой, соседями, сельчанами и так далее. Нам надо жить так, как призывают нас к книге, жить как одно тело. В религии нет аварцев, даргинцев, кумыков и лезгинов. Хороший человек тот, кто боится Аллаха. Далее выступил помощник муфти Абдуллах Аджихидербеков. Он поведал о великих ученых, которые вышли из Акушинского района. Призвал молодых студентов уважать учителей и следовать их пути. Село Акуша – это известное село своими улемаами, своими алимами. Не только сейчас и до революции очень много алимов вышло из вашего села. Это гордость для всех сел, всех даргинских сел. Почему? Потому что именно посредством, именно ваших алимов, которые жили в Акуша, обучались, обучали очень многих селах даргинцев. Появились улема, свои алимы появились и дальше распространялась религия. Уважаемые братья, пока мы не вернемся к Аллаху и тем истокам, которые нам оставили великие ученые, те ассатизы, которые нам дают великие дороги, если мы не будем придерживаться, нам не будет счастья и на этом, и на том свете. Завершающее слово дали духовному лидеру республики, шейху Ахмаду Афандия. Основное время выступления Муфти Дагестана уделил такой науке в исламе, как тасауф – пути искренности и очищения души от порочных качеств. Имам Газали говорит, что знать, изучать болезни сердца, какие болезни, любовь к мирскому, атакабу, гордость, ручбу, высокомерие, рия, показуха, хасад, зависть, непах, лицемерие – вот это все сердечные болезни. Имам Газали говорит, куллуху ваджиб, чтобы у человека был. У каждого человека это есть, а у лидера их лечит в харзу айн. Если у кого-то болезнь есть, они должны это лечить. И тот человек, который И кто не занимается лечением этих болезней, он является ослушавшим человеком священному и ва-расулехи, саллиллаху алейху салам. А почему люди враждебно относятся к этому такому хорошему пути, где и имам Ахмад признался, Абу-Ханифа имам признался, имам Шапи'и признался, Закари Анастари так говорит, имаму Раббани так говорит, Мухаммад Аксубанди так говорит, имам Газали так говорит. И это не все. А почему люди отрицают? Почему враждебно относятся? Али Асхаб, разли Аллаху ангу, сказал, «Аннасу а'да ума джагилюху». Люди являются врагами того, что не знают. Они не знают суфизма, поэтому враждуют. Им это простительно на этом свете, на том свете, что будет. Это один Аллах знает. И в конце приведу то, что мне больше всего нравится. Два байта. Потом говорит, вы узнаете. Сейчас пыль, не видно. Потом вы узнаете, кто на чем едет. Кто на Ишаке, кто на лошади. Надеюсь, мы на лошади будем ездить. Аллаху ангу, мир, Аллаху ангу, мир, Аллаху ангу. Муфти Дагестана также подчеркнул, что учеными из Акушинского района гордятся не только даргинцы, а вся республика. Цель – донести, что даже если и есть разные мнения, это не конфликт. Да, вот, что просто жители Дагестана видели, что вот алимы все рядом сидят, друг друга уважая, поддерживая, да, благодаря, чтобы понимали, что рядовые мусульмане тоже так же и друг к другу относились. Вот суть этого маджлиса. Как бы сказать, среди алимов покой, идиллия, понимание. То же самое должно быть и среди рядовых мусульман. То есть сегодня Акуша – пример единства, пример дружбы, братства получается? Однозначно. В ходе мероприятия среди присутствующих организаторы проявили жеребьевку в пяти путевок на малое паломничество в Саудовскую Аравию. Надежда всегда была, конечно, я, честно говоря, давно думал, хотел посетить Медюню. И, алхаммилу Аллах, дал мне это. Молодые и взрослые внимали наставлениям ученых. Двухэтажная мечеть Акуша в этот день была заполнена полностью. Пусть Аллах нам поможет и впредь собираться на таких хороших мероприятиях. Также прошу Аллаха, чтобы он удлинил нам жизнь и укрепил веру, братство и единство среди мусульман. Очень прекрасный маджлис. Я очень рад посетить такой маджлис. Мне очень понравилось. Очень много людей было. Много эмоций. Маджлис завершился коллективной обеденной молитвой. Каждого участника также накормили сытным обедом. Боксер Заур Абдулаев одержал 19-ю победу в профессионалах. На турнире RCC Boxing Promotion Каспичанин взял верх над представителем Венесуэлы Роджером Гутиересом. Этот поединок стал главным событием шоу в Екатеринбурге. Абдулаев в привычном для себя стиле прессинговал своего соперника на протяжении всех 10 раундов и одержал победу единогласным решением судей. После этого успеха 29-летний дагестанец сохранил шансы на титульный бой по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA. Он занимает 10-е место в рейтинге. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова